И теперь моя козюля летает в космосе. Я живу в Москве 7 лет, мне здесь комфортно, но какой-то трепетной любви так и не возникло. Поэтому каждый день я встречаюсь с людьми, которые этот город любят. Они показывают мне свои любимые места, мы едим их в любимых заведениях. И я надеюсь, что это мне все-таки поможет. Сегодня в свои нежные руки нас с вами берет Ксюша. Что? Для тех людей, которые сейчас такие, типа, а чё, а чё, где вообще, где, чё за, да, чё, так ты, чё, где они тебя видели? Либо в КВН-е, либо в сериале Корни, либо в Уральских пельменях. Ещё в Арики где-нибудь ходила, ты подвиньёшь? Ну, на улице, возможно, видели меня где-то. В Новосибирске могли тебя видеть? В Новосибирске, в Иркутске, да, вообще почти во всех городах России. Я много где была. В притонах могли тебя найти? В притонах нет. Куда идём вообще? Какой план? Какой план? Куда ведёшь? Там есть чистые пруды? Да. Но там достаточно скучно. Я пойду просто по Мясницкой улице. Ну, подожди, ты должна показать любимые свои, любимые места в Москве. Мне очень нравится улица Мясницкая, и мне нравится по ней ходить. Просто вот взять и идти, и всё. Без всяких там... Ну, звучит как приключение. Это невероятное что-то. Может быть, потому что эта улица напоминает мне Петербург. Поэтому мне так нравится. Мне очень нравится Петербург ещё, помимо Москвы. Что тебе больше нравится, Питер или Москва? Наверное, Москва. В Питер просто погулять. Ага. Ну, то есть, подожди, любимое место в Москве, которое тебе нравится больше, чем Петербург, это улица, похожая на Петербург. Похожая на Петербург. Мне нравятся старые здания, красивые. Я так понимаю, мы сегодня продолжаем славные традиции экскурсии вчерашних. Так. Значит, нас интересует сегодня. Ты мне покажешь зелёненький домик и голубенький. И голубенький, и чайный. Прекрасно. Три дома мы сегодня увидим. Вообще, такие классные. Вот он, этот красивый домик. Чайный китайский дом. Хочешь зайти туда? Нет, мне кажется, там очень дорого. Мы же не очень богатые. Ты в какой-то раз заходила туда? Нет. То есть, просто ты боишься того, что там очень дорого и даже боишься зайти? Ну. Ну, а так, прикинь, ты всю свою вот, всю свою долгую счастливую жизнь будешь думать, что там очень дорого, а там нифига не дорого. Ну, пойдём посмотрим. Давай. Давай. Такое пафосное снаружи, возможно, пафосное внутри, но нет. Либо мы настолько богатые, нам кажется, что это недорого. Не, мы богачи. Да. Чего уж греха таить. Как только я переехала в Москву. Когда ты переехала в Москву? Пять лет назад. Ага. Я, естественно, тогда было модно, установила Tinder. И договорилась с человеком встретиться на чистых прудах. Угу. Он занимается какими-то космическими штуками. Я не понимала, чем. Вы общаетесь до сих пор? Нет, конечно, нет. Не любят космические штуки. Сейчас расскажу, почему. Короче, он приехал, оказался не совсем тем человеком, который был на фотографии. Ну, как это обычно бывает. Он говорит, да, я занимаюсь космическими спутниками. Мне привозят спутники, я их всячески тормошу специальными штуками. И проверяю, чтобы они в космосе не развалились. Если спутник типа окей, тогда окей. И его запускают. Я говорю, ой, классно, классно, очень интересно. Это есть отличная история про спутники. Я говорю, да. Говорит, однажды мне привезли спутник. Я запихал палец в нос, вытащил козюлю, запихала ее в спутник. И теперь моя козюля летает в космосе. Подожди, и ты не общаешься с этим человеком больше? Я не хочу общаться. Ты че? Это же очень круто. Это было так странно. Ну, это же очень круто. Он души тебе раскрыл. Это же охренеть. Мне кажется, это такие вещи, которые первому встречному людям не рассказывают. Он почувствовал вашу близость. Мы увиделись первый раз в жизни, и мне сразу такая история. Но ты расположила. Блин, офигенно. Это вообще жесть. Это офигенно. Но в итоге он меня оттолкнул этим самым. Если бы он эту историю рассказал через год совместного какого-то общения, вживую, а мы первый раз вживую увиделись. Может быть, тогда я что-то как-то продолжила. Блин, смелый шлаг. Ты такими людьми разбрасываешься. Сколько ты знаешь людей, которые свою Козюлю в космос отправили? Нет, не знаю. Ну вот. Не рассказывай историю про Козюлю на первом. Не согласен. Не согласен. Ну вот видите, мужчины, женщины очень разные люди. Ну то есть, если бы я встретился с девушкой, которая мне сказала вот на первом же свидании, которая рассказала бы, что отправила свою Козюлю в космос. Это такой респект. Ты че? Я бы ее не то что не удалил в тиндере, я бы закрепил ее как-нибудь. Я не знаю. Ну я его так отшила некрасиво, конечно. Как отшила, да. Ну мы с ним разошлись в метро, я ему написала в тиндере, что извини, ничего не получится и так далее. К сожалению, не зажглась искра. Но он ничего мне не ответил, я подождала и удалила его из пар. Не, ну ты хотя бы написала, иногда бывает такое, что просто кикнули. У меня был, знаешь, у меня был очень странный случай. Я не так часто встречался в тиндере, мне кажется, раза три типа встречался с людьми из тиндера. Одна была встреча, когда мы что-то сидели в кафе, общались, 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 общались. Ну прям долго, часа четыре. Это была уже прям ночь, я помню, я приехал с какого-то мероприятия, что-то захотелось поесть. И вот, в общем, мы пересеклись. В тиндере? Да. И, ну, мы типа общались до этого какое-то время. Вот, и здесь, ну, как-то сошли звезды. И, в общем, я помню, что мы вышли, заказали такси, разное автомобиль, поехали по домам. И, значит, ну, за ней приехала машина, мы типа на прощание приобнялись. И как-то так получилось очень сильно неловко, что я ее обнимаю, а понимаю, что губёхи колезут к моим губёкам, и она меня куда-то вычисала, поцеловала в итоге. Неловкости. И я такой, о-о-о, кладушки. Ну, и она села в такси, за мной тоже приехала машина, я сел в такси, думал, типа, написать ей, что я что-то не ожидал такого поворота просто, ну, и подрастерялся. А она меня уже долила в эксперимент. Так получается что-то, что здесь, ну, крайне, ну, красивое место, но снимать крайне мало есть чего, поэтому решено, что в следующие 30 секунд я просто сниму муму со всех сторон. По какому вопросу ты переехала? Слушай, я все бросила и просто переехала, потому что я в Новосибирске, поняла, что не развиваюсь и поехала просто вообще в никуда. Ну, то есть, подожди, а когда у тебя пельмени начались? В мае я переехала, 2015-го, пельмени начались в сентябре. Я переезжала, у меня не было ни работы, у меня была комната, в которой я могла жить, я заранее позаботилась об этом. Но у меня не было ничего, я планировала месяц искать работу и ничего не делать. Нет, я к тому, что если бы вот ты осталась в Новосибирске, они бы тебя позвали так же? Нет. То есть, они просто поняли, что девчонка в городе можно пригласить? Я думаю, что да. Я пересеклась на дне рождения с чуваками, которые пишут пельмени в мае. И мы посмеялись о том, что мы тебя туда заберем, пристроим. Но я долго-долго угорала, мы пьяненькие были. Я думала, что это пьяный бред. Не думаешь, что слишком поздно приехала, что могла бы намного раньше это сделать? Ой, знаешь, я думала над этим, я думаю, что всему свое время. Возможно, если бы я приехала раньше, этого бы не случилось. Или я бы приехала позже, этого тоже бы не случилось. Поэтому все в нашей жизни складывается так, как нужно. Я вот люблю придерживаться такой стратегии. Мы идем на Никольскую. Три совета, как полюбить Москву. От Ксении Корневой. К городу Москвы не относиться как к городу работе. Все сюда приезжают работать и, конечно, здесь в основное время ты посвящаешься работе. Не забывать про себя. Что ты здесь живешь. А не просто приехал поработать. Знакомый персонаж должен быть для зрителя постоянно. Когда я начал монтировать видео для других людей, у меня стали возникать очень странные ситуации. В том плане, что я делал интервью с владельцем Сидрери, который находится сзади. Вот где-то я не могу понять. Где-то вот здесь вот сейчас она находится. И суть в том, что мы с этим человеком не знакомы. Но я монтировал это интервью неделю. И у меня такое ощущение, что это уродненький мой человек. И мне очень захотелось зайти наконец в его заведение, выпить сидра. В общем, этот видеоблог теперь будет посвящен тому, как я медленно день за днем спиваюсь. Ты придумала второй способ, второй пункт? Устроить себе место, которое ты будешь называть домом, чтобы тебе было там максимально комфортно. Чтобы было ощущение, что ты пришел домой. Чтобы тебе там ничего не бесило. Очень важно. Мудро. Красная площадь для меня, как будто, знаешь, место сезон. Я так почему-то решила, что когда у меня там настроение не очень, или что-то, я вот почему-то еду на площадь или куда-нибудь просто сюда, в центр. Как для провинциалки, это что-то такое большое, мощное, из телевизора. И настоящее. Вот для меня вот это всегда было, что когда я первый раз на нее попала, какие-то невероятные эмоции, связанные с тем, что, о господи, оно настоящее, и вот оно, я вот тут. И в этот момент приходит ощущение в голове, что, в принципе, это все возможно, если ты мечтаешь куда-то попасть, просто даже посмотреть. Если ты захочешь и сделаешь что-то для исполнения мечты своей, все реально вообще. Мотивация отличная. Мотивация, да. Слышали этот звук? Я не понял, что там произошло, но в этот момент у меня почему-то сдох микрофон и не работал как раз до того момента, пока мы с Ксюшей не попрощались, и я не посадил ее в такси. Я такой злой сейчас. В общем, мы пришли на Красную площадь и поняли, что оба никогда не были в мавзолее. Он оказался открыт, вход свободный. Ксюше было страшно, у меня были ощущения храма ситхов из рыцарей Старой Республики. Но если отбросить тот факт, что ты смотришь на мертвого человека, место атмосферное. Потом Ксюша повезла меня в свой любимый ресторан Казбек. Очень крутое атмосферное место с видом на Москварику и гостиницу Украина. Приятнейшее обслуживание и очень вкусно. Очень вкусно. Я в полном восторге. За столом Ксюша рассказала мне самые смешные истории, которые я только слышал в жизни, и они бы обязательно сюда вошли, если бы был звук. Но его нет. Вот такой и денек, ребята. До встречи завтра. Ксения, недоумевая. Вы фотографируете? У меня есть знакомый рыбак. Так. У меня есть знакомый рыбак. Я ему скину, сфотала эти... Санасте. Рыбные.